добрый день друзья здравствуйте меня зовут софия по-прежнему я по-прежнему прав парзависимый человек по-прежнему я рассказываю о своем ольфакторном опыте и сейчас утром непосредственно будет рассказ они не совсем удачным ольфакторном опыте собаки пришли требует внимание я вас всех люблю мои хорошие надо гладить собаку параллельно собак а вот я знаю что нельзя пропадать с экранов я знаю что нельзя делать большие паузы в записи видео потому что потом тебя youtube не будет никого показывать ну вот он не будет никому меня показывать я виновата я хотела рассказать вот вам о чем я ездил в отпуск я была в таиланде я постараюсь рассказывать очень быстро очень коротко и не хочу на 2 видео растягивать этот рассказ и как советует гуру youtube и надо быстро переходить в делу быстро приходили переходим к делу первая моя мысль когда я собралась собственно ехать взять от леванты в этом смысле спасибо большое маша нашим а главным которая научила вот таким образом относиться к парфюмам разлить и дальше смотреть что как уходит я набрала гиро яновских вод я взяла целых четыре гирлянских воды маленькие от леванты грейпфрут самый мой любимый самый мой любимый звонкий острый колкий позитивный когда его покупал мне консультант вальдоботе да вальдоботе говорит вы на коже потестируйте потому что котиками вылезает никакие котики не появились никакие платочки не появились люблю летом пользуюсь удовольствием лимон верте последнего у меня появился это такая летняя нежнятинка немножко химозная но это такой какой-то там мороженое десерт с мороженым немножко освежающий сладенький милый сливочные слегка дальше мандарин базилик тихо-тихо-тихо так кошку не трогаем не трогаем кошку с чего вы вдруг извините извините мандарин базилик я боялась что мандарин базилик будет немножко про зиму потому что мандарин нет опять же мило свежо хорошо то что и требуется гирлянских водичек запросы к ним на мой взгляд должны быть минимальная самый для меня нет нас вернее самый для меня такая не не определенная история это спаси флорой потому что я и она какая-то не какая как мне кажется что не делает опять же ее плохой когда я собираюсь куда-то вот недалеко не какая-то глобальная истории ты совершенно не знаешь чего такого вот летнего на себя налить налил пассифлору я даже вот вот из расходовала какое-то количество четвертую часть примерно вот она хороша при условии что все это можно перемешивать между собой правда это хорошо это удобно и никакого там глубинного сюжета каких-то рассказов мило летняя и в общем я не сомневалась что будет будет то что нужно следующая история 4711 акваколония это кровавые апельсины с базиликом я узнал от фрундессы в инстаграме об этом парфюме и она в принципе писала что стойкость нулевая нулевая но хорош он хорош он прекрасен он колкий звонкий бодрый с нулевой стойкостью я его отлила следующий парфюм я о нем рассказывала это фугар от коле все описание названием будут внизу в инфобоксе он древесный он серьезно я решил его взять поскольку предполагал что я буду ездить за город в том числе в какие-то храмы и там в общем у меня дела предполагались я решила чтобы для этой поездки или для этих поездок у меня будет фугар еще гирлем и терракота в которой я почти разочаровалась то есть я эту терракота купила по скидке и сама не знаю зачем и терракота у меня стояла а я думала на фига она мне потому что она мне не понравилось мы с ней как-то не пересеклись и терракота мне напомнила феодосийскую набережную при всей моей нежности к феодосийской набережной это какие-то детские воспоминания я приезжала к маме феодосию и я видела взрослый мир вот эти какие-то нарядные такие женщины в откровенных сарафанах в откровенных платьях в гриме в духах мужчины и вот они ходят они гуляют они обмениваются взглядами они ищут каких-то романов приключений любви может быть может быть не просто приключений и вот это вот какой-то такой очень душный такой плотный ночной морской курортный мир он вот был похож на терракоту но я подумала надо дать шанс всегда нужно всем давать шанс и еще две истории это от ливанты уже у меня от моего любимого от ливантов от ливанческого сервиса которым я все планирую рассказать и пока руки не дошли два парфюма от тайского парфюмера приняла ламроза мистическим образом которому я пришла это же отдельная история я подумала что ну вот от тайского до парфюмера не взять парфюмы не отвезти на родину эти парфюмы чтобы там вот они себя показали неправильно было бы и собственно вот это исходная исходная история прелюдия дальше буду коротко рассказывать потому что мы правда не хочется затягивать герленовские воды оказались лично мне это вот моя история оказались отвратительные в тайском климате оказались химозными плоскими неинтересными пошлыми и вообще ну то есть тут нет никогда больше туда я ничего подобного брать не буду самая мерзкая была лимон и когда я значит вот как-то на себя нанесла и на мне вот это вот пластмассовая пластмассовый резиново пошла химозная какая-то ерунда вывезла я пошла просто вылил на полотенце и эта история закончилась в общем нет 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 никогда больше 47 11 клок кровавый апельсин при всей его нулевой стойкости ну сколько на полчаса на 20 минут но утром облиться этим апельсином и пойти завтракать например а потом уже подумать какой-то парфюм будет куплен на зоне за какие-то копейки и я когда его изведу я или еще не изведу за дублю обязательно на лето на вот это вот все он замечательный он он прям веселый бодрый и такой вставай вставай иди гуляй фугар он в москве так не звучит как он звучит в тайском климате он стойкий он очень близко сидит кожа но я его слышал от себя весь день и в нем появляется какая-то медовая сладость которая в москве либо не чувствуется совсем либо едва-едва угадывается на старте зелень то остается но дальше появляется вот это вот тягучая как вот все ну вот буквально воспринимается как не не жидкость а какое-то тягучие вещество как как смола какая-то или какой-то такой плотно сваренный сироп но не приторно сладкий какой-то волшебный и я не помню пирамиду посмотреть любопытствовать или освежить в памяти но я поняла что я мало его взяла то есть у меня был неполный отливант я так в виде эксперимента его взяла и я поняла что его надо брать прямо и вот для этого климата он роскошный я слышала что его сняли или его как-то переформулировать должны если вы найдете вот именно эту версию этого парфюма где-то в интернете берите их не думайте думайте он хороший он замечательный тиракота реабилитировал себя полностью потому что никакого феодосийского конечно контекста опять же пардон при всей любви никакого феодосийского вот этого вот вечернего променада не было обнаружено а были обнаружены белые цветы на которые ночью пролез тропический дождь и смыл все лишнее и дальше наступает утро всходит солнце эти цветы вот они благомухают в этом влажном воздухе они тянутся к солнцу и это такой рай это такое счастье которое я даже позволяла себе не вечером а днем и да в отличие допустим вот от фугара терракота даже слетаем быстрее то есть это держится долго 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 и слышится это не слышится через какое-то время по крайней мере я от себя не слышала через часа три-четыре при том что наносила ни один и не два пшика вообще этом превратился в многопшичницу извините вот теперь у нас любовь любовь очень жалко что таиланд находится так далеко это и большой недостаток там быть пользовалась чаще ну и должна сказать я не буду сейчас вот прям подробно рассказывать об этих парфюмах потому что это морох и это скотч пить это отдельные отдельные истории но я покажу от пита потому что очень громкие очень плотные парфюмы от пита меньше но он очень громкий очень стойкий они съездили на родину они сказали что на родине они звучат они волшебно звучат в любом месте в москве они потрясающие но на родине они звучат иначе у них там есть пространство они выдают немножко другие ноты они там более органичны потому что в принципе мне показалось что я поняла на меня вот почему-то не могу меня пардон для меня не могло дойти почему восточные парфюмы такие плотные сладкие и все к этому фонуют как-то это очень громко как-то это вот навязчиво и так далее но мы это плотно и навязчиво воспринимаем через наш это не я хрюку если что воспринимаем через наш климат южный тропический знойный климат предполагает что парфюм должен быть громким стойким плотным сладким насыщенным таким вот то что нам кажется страстным но там нет чрезмерного чего-то да и страстности какой-то преувеличенный нет нет это природа диктует и природа такая природные запахи такие и парфюмерные запахи такие я обещаю что я про и про парфюмера и про эти парфюмы и про сервис от левантов расскажу отдельно но я хочу сказать что вот этот парфюм морах это произведение искусства парфюмерного и этот парфюм победил в каком-то международном конкурсе ольфакторном и не зря и не зря и от этого парфюмера я в бангкоке купила еще один парфюм но это будет интрига 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 пока пока не буду ничего говорить и так наговорил на 15 минут какой ужас какой кошмар я обещаю что я не буду пропадать так надолго обнимаю всем всего хорошего берегите себя путешествуйте пользуйтесь разными парфюмами экспериментируйте и радуйте себя всеми проявлениями жизни в том числе духами все до свидания